Ну что, народ, показали вам уже Мариатский костел и продолжаем гулять дальше. И, скажем, сказочные виды открываются просто. Я не знаю, хорошо ли вам слышно, потому что ветер сильно шумит. Красота. Ну вот она, Ренчная площадь. Похоже, да? Hard Rock Cafe, кстати, есть, кто интересуется. Красота. Вон украинские флаги. Идем посмотрим, что там. Кстати, слышна музыка. Пели, как тебе не любить Киев и Мий. И так уж гимн Украины. Приятно очень. Ух ты, красота какая. Вот мы уже на главной площади. Памятник Адаму Мицкевичу. И вот на эту красоту мы вам показали, как подниматься и смотреть панораму Кракова. Красота. Так, а куда Наташа пропала? Я здесь. А, вот здесь, Ваше Величество. Так, ну давайте посмотрим. Вот все магнитики, кстати, игрушечки дракона. Да, символ Кракова. Один из символов Кракова – Бабельский дракон. Цветы продаются. Ветер просто жестоко дует. Такой сегодня вот у нас урожай. Дождь, солнце, ветер. Так, героям слава. Ну вот, какая красивая. Такие красивые строения. Просто любуюсь. Надо здесь остановиться и сделать фоточек красивых. Так что, если будете в Кракове, обязательно берите отель в центре. Очень удобно. Кафе, все достопримечательности. И просто чудесно выйти прогуляться. Кстати, хочется посмотреть сувениры. Все еще ходим здесь. Ну давай. Сколько здесь? Что здесь за цена такая? А, 10 что ли? 10 написано. Вот такой красивый, смотри, за 10. Наташ, сколько это? 10? 10 – это больше. Вот это сколько стоит такое? Ну, можно в долларах. 2. 2 доллара, он нормальный еще. Смотрите, дракоша какой приятный. А это 18, по-моему, здесь написано, да? Или что-то? Это вот 10, дракоша 18. Ну, как бы там янтарь. Бублик 15, бублик, который мы съели сегодня очень вкусный, 15. А сколько дракошки стоят, мне интересно. Тут цены нету на дракошек. Симпатичный какой. А ничего нет, еще нету ничего. О, уже сколько дракошек. А сколько кошту? Селеный. 25. 25. Окей. А вот еще, смотрите, вавильский дракон. 25,18. Фигурки красивые очень. По 10 маленькие. Брелочки, стаканчики. И магнитики, все есть. Можно заходить, покупать. А вот такой маленький сколько? Маленький. 25. Ого, и такой 25, смотрите, и такой. Можно брать сувенир. Это один из символов Кракова. Ну что, выберем какой-то магнитик. Мне вот такой вот нравится. Да, вот такой вот длинный. Металичек? А, длинный. Вот такие длинные, да, мне нравится. Дракончик нравится, но там нету надписи, поэтому вот. Тем более он 10 стоит. А маленький, не знаю, вряд ли. А, Краков есть, точно. А у вас спросили, вот такой маленький сколько стоит? А такие сколько? 5. 5? Ну, вообще классно. Ну, за 5 вообще классно. Ой. 10. Ну, нормальные цены, я так скажу. И овечки такие, да? Это как... Это муж дракону Вавельскому, который терроризировал Краков, дали овечку, начиненную порохом. Бедный. Да. И, короче, не сложилось у дракона жизнь. Так, ну что. Какие бы рельефы на доме. Идем по себе. Ну, потом уже к магнитику вернемся-то. А может, здесь какой-то подешевле магазин? Ну, может, есть. Просто надо еще найти обязательно пару сувенирных магазинов, чтобы показать. Не, 5 это сколько? Это 1,5 доллара, да? А давайте сейчас вам покажем лошадку. Один из видов транспорта передвижения. Ну, просто можно заказать и доехать. И с одной стороны в другую. Люди наслаждаются. Ну, вот снова солнышко вышло. Конечно, с солнышком намного лучше. Погода уже отличная. Потому что, когда был дождь, конечно, никуда не выйдешь. Ну, видео про шоппинг тоже неплохое, в принципе. Так, сейчас обойдем, посмотрим, что это за красивое строение. Ага, ну, так разумеетела барельефу наверху. Затертый вот этот вот такой? Нет, затертый. Затертый, красивый. И барельефный. Честно, я вам снимаю, ничего не вижу. У меня солнце в глаза вообще. Лошадки, что ли, подскользнулись, непонятно. Боже, какие красивые. Я таких вообще не видела. Они как далматинцы. Лошадки-далматинцы. Это не в яблоках. Красивый, да? Это не в яблоках. Какой же красивый центр Кракова. О, мелодия трубача. Слушайте. О, мелодия трубача. О, мелодия трубача. По легенде трубач разбудил город. И вот мелодия оборвалась. Мелодия оборвалась, потому что стрела попала ему в горло. Но, как бы, город выстоял, город услышал этот сигнал. Ну, и трубач таким образом увековечил свое имя, потому что спас Краков. Так что, поэтому всегда... Не знаю. Всегда играется эта мелодия и обрывается. Обрывается на середине, потому что трубач положил свою жизнь за Краков. Слушай, разные лакшатки. Были белые, были далматинцы, и были и вот темные поехали. Какие мощные, красивые. Так, давай посмотрим, что вот это вот. Я уж тут прям взобралась сюда внутрь. Ты, наверное, обойдешь. Ну, не знаю, ты заходишь? Ну, давай. Не знаю. Мне очень интересует это вот здание. Ммм, красиво. Это не здесь ли подземелье находится? Смотри, что это такое? История Краков Маркет Площадь. Потому что хотелось бы попасть в подземелье. Тут тоже очень классно и интересно. Ну, давай просто пройдем. Так, джейджи, рынки. Вот это вот, наверное, подземный рынок. Вот это вот, наверное, оно. Давай, может, сходим? Как раз есть время. Вот они, подземные рынки. Угу. Не знаю, давай посмотрим. У нас это подземные рынки. Это очень интересная выставка. Ну, по крайней мере, то, что я видела. Уже проходишь, такой холод наступает. Хотя солнце. Упс. Ну, это злого было. Ух ты. Ой. Пошли. Какой камень. Ой. А это треба билеты дать продать? Это бесплатно. Бесплатно? Казалось, бесплатно билеты не нужно. Добрый день. Добрый день. Будьте бережны. Да, давай, давай, иди. Я зацепилась рукой и держусь. Ух ты. Ух ты. Это история. Чудесного города Кракова. О, смотри. Это как одиннадцатый век, вот как двенадцатый век. Ммм. Видишь? Слушайте, как фундамент закладывался. Напоминает золотые ворота, как мы делали видео. Тоже зашли. И такая история показывается. А смотри, это еще римский фундамент. Кстати, она сказала, today it's free. Да? Только что я услышала вроде как. Что я слышала, вроде как это платно. Но сегодня мы бесплатно зашли. А вот вчера было бесплатно подъем на башню. И мы его, спасибо Визейру, провтыкали. Потому что не прилетели вовремя. Ну, тут больше, я так понимаю, как вот про саму площадь. Как она была. Рынок Гловни. Да. Вобзал Гловни, рынок Гловни, площадь Гловни. Смотри, как раскопки, какие када. Вот смотри, 2005 год, 1875 год. Ну, так классно прикоснуться к истории Кракова. Фотография. Ух ты, а ну что это такое, смотрите. Что, могила черта? Смотри, римская стена. Реально круто. Римская... А ну, потрогай еще. Римская стена. Я хочу потрогать. Римская паутина. Римский паутина. Ну, паутина, по-моему, не римская, а современная, мне кажется. Ой, кто-то разбил стекло. А что это такое? А это, опять же, фундамент. Да, стекло разбито. И что это было? Слушай, если могилу, по-моему, ее выкопали, мне кажется. И где человек не встал и не пошел. Ну, как будто это, как я, картина. Ну, как бы, если бесплатно, наверное, момент тогда все время бесплатно это. Ты смотри, здесь фонарь, представляешь, как она классная вечера. То есть это над землей, это ниже уровня сейчас, который на земле был. А как оно получается, что у нас всегда записано? Так, Гатя, что такое? Фундаменты закрыты. Два. Фундаментация о сокровисти. Ой-ой-ой. Никто не живет. Ой, простите. Так, прикольно зайти, прикоснуться к кусочку истории, тем более бесплатно. Это Наташа не понравится сейчас. Что, опять же это останки? Да. А, боже. Это гроб, и к тому же он открытый. А-а-а. Одиннадцатый век. Бедный человек. Закопаете меня уже. Ну, как. Ну, снова карты, карты. Летает мушка, карты. Вот. Такой вот музей. Такой вот музей. Вот там мы только что в музее были. Смотрите, как классно. Можно сесть, посидеть. Просто среди всей красоты. И вот снова над вами барельеф, исторические ценности. Посмотри, какое здание. О, кстати, обмен валют. Вон, надо глянуть, посидеть, почему курс. Посмотри, какое вот это песочное здание. С колоннами, с... Видишь, это там... Ой, там только что люди были. Да, Наташа только что говорит. Странно, что скульптуры двигаются, а это люди. А это что было? А вот сейчас узнаем. Вот центр Кракова. Такая красота. Смотрите, подошли в обменку. Написано типа 489, да, 489. На самом деле это продажа. Типа no commission написано, а покупка 430. То есть в галерее идти 10 минут, в Краковской галереи, в моле 475. А в аэропорту вообще 377. Ну это я лошится, короче. Головой надо думать. Все, 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 прости себя, прости. Да нечего я даже прощаю. Все. Было и было. В общем, народ, не меняйте деньги в аэропорту. Меняйте вот самый лучший курс, если вы в центре Краковской галереи. Классный мол и просто шикарный курс. Хорошие магазины. И далее отправляйтесь на шикарную прогулку в центр города.